В Ненецком краеведческом музее стартовала эстафета «Года добра». Сотрудники музея решили провести благотворительные автобусные экскурсии по историческим местам и достопримечательностям города Нарьинмара. Прокатилась по увлекательному маршруту и наша съемочная группа. Улица 60 Октября, Пирамайская, улица Ленина, улица Улучейского и целый ряд других. Алексей Каратаев, заведующий отделом истории и археологии Ненецкого краеведческого музея, знакомит участников экскурсий из комплексного центра социального обслуживания с маршрутом. Впереди увлекательное путешествие. Всего за час вся история Нарьинмара и искателей с момента рождения до настоящего времени. А еще интересные факты из жизни некогда крупнейших предприятий – лесопильного завода, столополярье, рыбокомбината, морского порта и, конечно, героическая страница округа – это обелиски и памятники. Для одной из участниц выставки Ганы Кисляковой – это особенная страница. Я по профессии педагог, работала в школе с детьми, и в то время, когда я работала, уделяли большое внимание патриотическому воспитанию. И вот все, что сегодня рассказывали, это все освежило в памяти, так приятно, прямо вот сумку задело. И все родила в 1949 году, и поэтому город менялся на моих глазах. Вот эти все памятники, когда закладывали, всегда открывали торжественно, интересно. Знала лично участника, вот этого, не участника, хозяиного Лазаря. Он выжил из этого, гусира комсомолец, жил напротив нас в доме. Большое спасибо организаторам, все было здорово, и ведущий замечательный. Это не первая благотворительная акция Ненинского кровеческого музея, организованная в год добра. В минувшую субботу по историческому маршруту уже прокатились постояльцы Пустозерского дома-интерната. Впереди увлекательное путешествие ждет воспитанников детского дома, учеников средней школы имени Перерки и представителей общества инвалидов.